Между тем в выходные в Якутске боролись за звание сильнейшего. В столице прошли третье республиканские соревнования по становой тяге памяти мастера спорта международного класса Артура Лаура. Участие в нем приняли более 30 любителей и профессиональных спортсменов силовых видов спорта. Подробности у Срыгланы Захаровой. В третий раз в Якутске проводятся республиканские соревнования по становой тяге, несмотря на проливной дождь, который начался аккурат к началу шоу, любители этого зрелищного вида спорта. И все, кто знал молодого спортсмена, мастера спорта Артура Лауэра, собрались у помоста. Артур был очень целеустремленный, он был со стержнем человек, всего добивался, чего хотел. Очень жаль, конечно, что так рано ушел из жизни, ему было всего 27 лет. В этом году, как отмечают организаторы, пусть незначительно, но количество участников возросло. Если в прошлых соревнованиях принимали участие 20 человек, то в этих более 30. Наравне с мужчинами штангу поднимали и представительницы прекрасной половины человечества. Лучший результат показала Ирина Северюк. При собственном весе 65 килограмм она подняла 177. В прошлые выходные выступала на летнем фестивале, где максимально подняла 175 килограмм. В этот раз решила немного улучшить свои результаты и 177,5 взяла. Отметим, что соревнования проходили по принципу абсолютного чемпионата, то есть все спортсмены, вне зависимости от весовой категории, боролись за победу в одной группе. Сильнейшего определяли по наибольшей относительности поднятого веса к собственному. Данное мероприятие носит характер любительского типа, так как мы принимаем представителей любых федераций, то есть соревнования мы проводим практически среди всех желающих. Тут у нас могут принять часть как ветераны, как любители, так и профессионалы. Мы принимаем всех любителей этого спорта. Именно одна дисциплина, становая тяга, любимое упражнение нашего друга Артура, в честь которого мы делаем вот это вот мероприятие. Соревнования получились, как и полагается, силовым видом спорта, по-настоящему захватывающими и волнительными. Были и слезы разочарования, и радость побед. Но главное в них это преодоление себя, и доказательство того, что человек способен намного больше, чем ожидает он от себя и думает другие.